Продолжение следует... Это делать с нуля. Это и дети, и школьники, которым интересны игры, и учителя, и все, кому вообще интересно узнать, что такое игра и самое главное, как это сделать. И вообще, что такое игра, как модель реального мира, я рассматриваю как инструмент и метафору для объяснения многих жизненных ситуаций и мотивирующий фактор для погружения в сферу информационных технологий. Это я всегда делала на всех занятиях в университетах, в образовательных центрах, и вот проект Аэлит — это такая квинтэссенция моего опыта. Это сайт, это онлайн-проект Аэлит Бай. Возможно, кто-то из вас знает этот сайт. Он постоянно преобразуется, что-то меняется, и сразу начну с главной проблемы — это нехватка времени на то, чтобы все сделать идеально. Поэтому он далеко не идеален, и я все время думаю, сейчас я сделаю вот так, исправлю, здесь заменю и прочее. Но вот на сегодняшний день у меня выделилось пять основных позиций, как уже сказано, информатика и информационные технологии. При этом я не делаю образовательный ресурс, где будет все про информатику, а именно говорю о каких-то, ну, таких интересных находках, каких-то вещах, которые могут быть таким своеобразным толчком для развития этого всего в каких-то других направлениях, в том числе в образовании. Это творческое программирование для всех. Я сделала целый ресурс по программированию в Scratch, об этом чуть позже, и вот на основном сайте у меня сейчас открываются новые разделы по программированию в Unity. Это профессиональный инструмент для разработки игр, который уже интересен школьникам, начиная где-то с 12 лет. Некоторые с 10 лет уже хотят делать свои игры. И вообще разрабатывать игры многим интересно. Эта индустрия очень-очень активно развивается. И это, с одной стороны, очень здорово. Там говорят много денег. На самом деле это не совсем так. А с другой стороны, возникает проблема разработки хороших, настоящих игр, которые бы действительно были интересными, полезными и, в общем, со всеми вытекающими. И сами разработчики, и юные, и взрослые, скажем так, заинтересованы в том, чтобы было качество. Есть такая беда, что вот дети начинают делать игры, и это насыщает рынок, в общем, скажем так, не очень качественным продуктом. Поэтому вот разработки игр я посвящаю отдельный раздел с помощью своих партнеров, коллег из GND. Как я уже сказала, мне интересна концепция игры, и очень многие вещи в таком лайтовом режиме, как я говорю, рассматриваю через игру, как в нашей жизни что устроено, и как это можно сделать в виртуальной игре. И подчеркиваю, что любой вообще работа с информацией, использование любых технологий, это всегда поиск и эксперимент, к которому призываю всех. И вот о результатах каких-то экспериментов, в принципе, я пытаюсь делать такие публикации на своем этом сайте, и не только. А не только, это вот более такой, возможно, даже масштабный, глобальный, объемный проект Scratch EliteNet, который зародился ровно пять лет тому назад, вот в этом году нам пять лет этому проекту. С инициативой мы говорили, откуда возникла идея. В принципе, вот этот подпроект, это, по сути, мне предложили разработчики игр в лице генерального директора компании Милсофт Андрея Леранцева, через моего выпускника ГУИР, Романа Сердякова, с которым мы стали теперь уже коллеги и друзья, предложили мне сделать курс по программированию для детей, такой, чтобы было интересным, полезным. Тогда еще такого практически не было в русскоязычном пространстве, и мы вместе долго искали, какой использовать для этого инструмент. Ну и в итоге мы сделали этот курс, набралась экспериментальная группа, летом мы занимались раз в неделю, вот как раз летом 2015 года ставился курс, были дети от 8 до 13 лет, и в итоге получились потом новые инициативы, получилось две учебных программы для проведения факультативных занятий по программированию Scratch, второй-четвертый класс и пятый-шестой класс, ну и учебное пособие для учителей, обучение детей основным созданием компьютерных языков и программирования Scratch, которые вы видите здесь на экране. Что еще интересно, что в принципе вот этот ресурс, он насыщен видеоуроками, которые практически покрывают обе указанные программы и даже больше, и дополняют вот это учебное пособие. То есть любой молодой специалист может просто зайти на сайт, открыть уроки и начинать вести свои занятия. Так как появился интерес, меня постепенно, как сейчас модно говорить, пушили, просили как-то говорить сообществу, что происходит вообще в обучении детей программированию игр, и вот признаюсь честно, пришлось делать группы в соцсетях, тоже я пыталась это все дело монетизировать, и опять сразу скажу, что я не занималась активным продвижением и монетизацией, соответственно, ну практически моими усилиями, можно сказать, не собрано ни копейки, мне в Яндекс деньгах кто-то заплатил 500 рублей российских, подчеркиваю, это вот один раз в магазин сходить, и там еще 20, по-моему, долларов, что ли, на одном из ресурсов тоже пожертвования. Вот, все, что я получила из сообщества, вот, но тем не менее, вот эти вот две группы ВКонтакте и Фейсбуке, они существуют, Фейсбуке более активные, там больше участников ВКонтакте, и они продвигают там меньше наших людей, но все равно я стараюсь постить какие-то интересные вещи, тоже, к сожалению, не так регулярно, как, возможно, хотелось бы. Ну и для того, чтобы было веселее и удобнее, естественно, есть канал YouTube, одноименный элит, на котором есть уроки и по Scratch, и по Unity, и многие другие видеоматериалы с конференций айтишных и геймдевовских, образовательные какие-то еще другие мои материалы, пожалуйста, приходите, смотрите, используйте. И в Instagram тоже в таком более популярном масштабе я пощу красивые фотографии и говорю о жизни, игре и каких-то интересных событиях. Ну, немного все-таки о том, как все начиналось, вообще, как этот проект движется. Проект Айлит у меня появился в 2008 году, появилась идея, то есть ему уже 12 лет, самому проекту, и он, как я уже говорила, постоянно меняется, что-то я придумываю новое, меняю формат, нахожу других людей, которые мне что-то подсказывают. То есть идея, в принципе, на поверхности. Люблю информационные технологии с детства, это действительно так, 13 лет я узнала о том, что есть такая штука, как программирование, тогда термина IT не было, и я сказала, все, я буду программистом. И, в общем, это то, что я люблю делать, и просто получаю от этого удовольствие. Есть такая фраза, если вы не хотите работать, то занимайтесь тем, что вам нравится, и вот, собственно, вы будете постоянно заниматься своим хобби. Так я, собственно, и делаю. Команду я рассматриваю в очень глобальном варианте, потому что для меня команда — это все те, кто предлагает какие-то свои идеи. Упомянутые Андрей Яранцев, Роман Сердюков — это все учителя, которые поддерживают, которым мы ходили в образовательного центра, тогда еще парк высоких технологий, он назывался сейчас программирование высоких технологий. Мы ходили в школы, где показывали свои программы, учителям понравилось, только благодаря им пошло дальше все это. Я благодарю всех учеников, которые учились на первом экспериментальном курсе, всех, с кем сейчас занимаюсь, потому что их фидбэки, их вопросы, их проблемы, с которыми они сталкиваются, это все повод для того, чтобы этот проект развивался, изменялся, совершенствовался. Всех, кто поддерживает морально и может это сделать материально, тоже всех, кто делает уже свои уроки и проекты. Очень много появилось учителей и наших, и зарубежных, которые выкладывают свои уроки, в том числе в группе в Facebook, и я с радостью некоторые из них уже успела публиковать на сайте, это соавторы фактически, это тоже команда. То есть все, кто развивает эту идею, для меня очень ценные, и я очень рада, что делаю то, что нравится не только лично мне. Ну а о деньгах, раз уж мы говорим о запуске проектов каких-то, по сути это самоинвестиции, то есть все средства, которые я зарабатываю каким-либо образом, мой собственный энтузиазм и партнерство с компанией Милсофт, которая меня поддерживает, благодаря которой я с вами могу общаться, и Хостер Бай, которые, вот все мои сайты, размещаются на хостинге Хостер Бай, и они мне дают 50% скидку. Вот, еще раз поздравляю себя с пятилетием, очень рада, что мы продержались, потому что на самом деле в бизнесе есть такая цифра, если, допустим, бизнес два года продержался, значит это чего-то стоит, а нам же пять лет стало быть, несмотря на все взлеты и падения, потому что были, признаюсь честно, и моменты, когда нет никакой отдачи в плане каких-то отзывов, какая-то тишина, и не знаешь, ты делаешь то, что нужно кому-то, или только самому себе, и, вы знаете, иной раз это сложно пережить, но вот в итоге все-таки все получается. Про эффекты в сообществе появился вслед за вот этим вот, ну, проектом, который я называю сейчас Scratch Elite, проект программирования вторая грамотность, парк высоких технологий, вы знаете наверняка, сайт ScratchBuy, это своя история, работа со школами, очень много новых учителей, новых курсов, и все это двигается, я очень рада, что у вас, если кто-то здесь присутствует, кто этим занимается, все получается, то есть это все действительно важно. Российские не только коллеги принимают опыт, пишут, ой, у нас такого не было, приезжают, говорят, надо же, у вас в Беларуси это прям целая Scratch сообщества и движения, мы только-только начинаем думать об этом. В 2019 году, в прошлом ноябре, нас отметили, я подала заявку на Scratch Award 2019, получила диплом третьей степени, номинации «Лучший неплатформенный онлайн курс», и скажу сразу, что я знала давно об этом конкурсе, и, кстати, сейчас они, по-моему, еще принимают заявки на вот этот год, так что заходите в Facebook, ищите Scratch Award, у меня, в принципе, тоже есть посты на эту тему, принимайте участие, я подала заявку не ради каких-то наград, мне было важно получить какую-то экспертизу, получить обратную связь от специалистов, там действительно потрясающее сообщество людей, которые интересуются инновациями в образовании, и их критика, их советы, они не оставляют без внимания ни один ресурс, ни один курс, и там много разных номинаций, и вот всем рекомендую присмотреться, посмотреть на эти проекты, даже если вы сейчас не будете участвовать, они сейчас очень активно, вот по сравнению с прошлым годом, они сейчас и в Facebook, и в Instagram рекламируют все проекты, которые участвуют в этом конкурсе, и это тоже почва для размышлений, что делают другие люди, как они это делают, обмен опытом, просто вот сам этот проект мне очень интересен. Еще интересный фактор, школьники начали записывать свои видеоуроки по программированию игр, то есть они учатся на моих уроках, на уроках моих коллег, на занятиях, и начинают проявлять инициативу. Вы, думаю, согласитесь, что когда ребенок сам хочет сделать что-то свое, это дорогого стоит. Ну и все сообщества, педагоги и родители более конструктивно уже начали смотреть на игры. Если раньше однозначно говорили, игры — это зло, то сейчас начинают смотреть на то, как игры использовать в образовании. Я думаю, это тоже очень важный момент. Еще один индивидуальный проект, условно я назвала образовательный IT-проект для филологов, который я вела с 2009 года по 19-е, вот 10 лет ровно на базе Белорусского государственного университета, когда, о ужас, меня пригласили на филологический факультет айтишника, кандидата технических наук, программиста в душе, преподавать компьютерные дисциплины филологам и ставить все, что связано со словом компьютер. И возникла проблема, как научить студентов информатики, филологов так, чтобы они могли это использовать в профессиональной деятельности и параллельно помочь филологическому факультету, всему профессорско-преподавательскому составу делать свои учебные дисциплины более современными. В итоге у меня родился проект «Лэнгстадикон», как я уже говорила, с 2009 года, в общем, собственно, как я попала в университет и до 2019 года до сих пор, пока я там работала, сейчас я сотрудничаю только, веду лишь какие-то небольшие иногда курсы повышения квалификации. В рамках этого проекта тоже есть ряд подпроектов, о некоторых из которых я чуть-чуть подробнее расскажу, почему они так интересны, но в принципе они все примерно равнозначные. Вот здесь вот фактический сайт «Лэнгстадикон» — это такой, сейчас можно сказать, лендинг-пэйдж, где перечислены проекты, вот это образовательное ресурс по белорусской мове, по русскому языку как иностранному, делали у меня девочки французские и немецкие, и даже, по-моему, английские, но здесь ссылка просто не дана. И первое, с чего я начала, это электронное обучение и компьютерная филология для того, чтобы, как сейчас говорят, прокачать филологов в сфере современных компьютерных технологий, начиная с того, как эффективно использовать офис. Microsoft Office небезызвестный, как делать правильно свои учебные пособия, как использовать эффективно презентации PowerPoint и даже с их помощью проводить тестирование, с помощью таблиц Excel тоже проводить какие-то лингвистические исследования и тоже делать свои тесты на контроль знаний, ну и прочие какие-то вещи, в том числе, поскольку я занималась разработкой сайтов, я обучала своих студентов разработки сайтов. И позже на портале дистанционного обучения BGU, del.bso.by, был создан ряд электронных учебно-методических комплексов по соответствующим учебным дисциплинам, которые я вела в рамках ВУЗа, где осуществляется активное вовлечение студентов и инвесторантов биологического факультета в проектную деятельность. То есть они в процессе выполнения практических работ в рамках учебных курсов, которые у них есть в учебном плане, ничего лишнего, выполняли проекты с самого нуля. И вот один из таких больших проектов, это по-русскому языку, как иностранному учим русский, это базовую, скажем так, вещь техническую выполняла я своими силами, опять же, на собственном хостинге и домене, благодаря поддержке хостербаи со скидкой и все остальное. Когда меня мои коллеги спрашивали, за какие средства вы это делаете, в ВУЗах есть такая история, что кандидатам на ООК и доцентам есть такая надбавка государственная, насколько это там базовых величин доплачивается. Вот, в принципе, я считала, что, ну, как ученый, я имею возможность часть этих средств использовать на вот эти вот такие вот инновационные вещи. Некоторые студенты подавали заявки на какие-то внутренние конкурсы университетские и тоже получали какое-то финансирование на то, чтобы выполнять свои проекты более качественно в рамках уже этого более глобального проекта. И, как здесь сказано, это экспериментальная площадка для студентов, которые учатся создавать электронные образовательные ресурсы по русскому языку. Они являются создателями, по сути, всего контента здесь с самого нуля, то есть в рамках всех наших учебных занятий, курсовых проектов, диссертаций, сбломных работ. Они проектировали, учились работать с информацией, то есть это не просто переписать учебник русского или какого еще языка и положить его в электронном виде на сайт. Нет, это переработка этого материала, представление его в другом формате, анализ того, что получается в учебном процессе, и некоторые из них уже фактически знают, как это делать на более современном уровне в рамках своей профессиональной деятельности. Ну и как следствие этого же эксперимента со студентами, на нашем летнике, о котором только что говорила Евгения, аналогичным образом я за не знаю сколько минут показала учителям, участникам летника, как работать с сайтом, и в принципе они вполне справились, наполнили сайт контентом учителя для учителей. Конечно, он не совершенен, это всего лишь прототип, прототип, как говорят, он не открыт для поисковых систем, поэтому в поисковых системах вы его не найдете, вообще, ну потому что, конечно, для того, чтобы этот проект был более серьезным, на это нужны отдельные ресурсы, и временные, и материальные, и человеческие, чтобы этим реально заниматься, чтобы это было реально красиво, а пока там есть те материалы, которые успели наработать за пять дней участники летника, то есть вживую они свои материалы туда выкладывали, провели какой-то семинар, выложили материалы, ну либо наоборот. Ну и про эффект в сообществе, несколько сотен студентов получили практически обувь командной разработки электронных образовательных ресурсов, а также применение к преподаванию языка. Подчеркну, это учителя языка в школах, и очень многие, и не обязательно по русскому языку, это и иностранные языки, и белорусская мова, многие мои выпускники в своих уже соцсетях, постили, что они делают уже свои какие-то курсы, ресурсы электронные, и это очень приятно, и свои уроки в школе тоже проводят на более высоком уровне. Многие нашли себя в современной смежной профессии, я написала в кавычках IT плюс филология, например, некоторые мои выпускницы очень быстро нашли себе работу в качестве контент-менеджеров, каких-то онлайн ресурсов, где они делают либо многоязычные версии, либо одноязычные, не принципиально, но они себя чувствуют очень даже комфортно с дипломом филолога. Ну и материалы этих сайтов используются в образовательном процессе вузов центров школ, вот сайт очень русский, странно так получилось, еще мы когда его сделали, не было ни одного такого большого ресурса по русскому языку, как иностранному, а потом появились уже проекты в России, Кушкинский государственный университет в Москве, сейчас курируют все это дело, у них свой проект, но вот мы как-то оказались флагманами, если бы я, наверное, поставила коммерческую какую-то задачу, возможно, это было бы более глобально, но я такую задачу не ставила, потому что мне очень нравятся фразы из песни известного фильма, наверняка вы его знаете, вы полагаете, все это будет носиться, я полагаю, что все это следует шить. На самом деле, как уже и мои коллеги говорили, самое важное делать то, что нам нравится, и даже если проект не получает огромного количества каких-то доходов, самое важное, что получаем мы как люди, которые в этих проектах участвуем в той или иной степени, являясь его разработчиками либо потребителями, и делать то, что ты любишь, это самое главное. И в контексте этого я расскажу пару слов о новом проекте, который мы сейчас запускаем с Евгенией под названием «Школа творческого программирования». Это квинтэссенция нашего профессионального опыта работы в ВУЗе, в школе, в образовательных центрах со школьниками разного возраста, которые любят игры, мультики, кино, все новое интересное, друзья, общение. Это родители, которые хотят, чтобы их ребенок был профессионалом, они уверены, что он самый лучший, но они думают о его будущем и профессии, да и дети уже начинают задумываться о будущем. Это учителя, которые хотят быть современными, актуальными и вести занятия интересно для себя и для своих учеников. Это эксперты, которые готовы делиться опытом, но постоянно заняты и не всегда имеют опыт работы с детьми. И, наконец-то, молодые специалисты, которые хотят получить соответствующий опыт, и им тоже хочется делать что-то новое. Вот в рамках этой школы мы будем делать проекты по созданию игр самого разного вида, далеко не только компьютерных, и попутно изучать огромный спектр самых разных дисциплин. Мы вот уже с конца зимы, с весны занимаемся проектированием. У нас очень много даже в обсуждениях каких-то новых инсайтов, как это можно использовать в учебном процессе, даже традиционном в школе, как это можно делать с дополнительным образованием. Это будет школа дополнительного образования, вечерняя школа, условно говоря. И мы очень надеемся, что у нас все получится. Точнее, мы уверены, что у нас все получится, потому что все, с кем мы говорим, говорят, вау, как здорово, и у нас уже образовалась команда, которая готова учиться вместе в процессе, и мы делаем что-то такое, в общем, очень новое, чего никто не делал еще в нашей стране, во всяком случае. И, ну, скажем, если подводить итог идеи, то мы интегрируем опыт педагогический, профессиональный, бизнес-опыт, весь опыт ГМДФ-индустрии, у нас много интересных экспертов из ГМДФ, и не только. И на выходе мы делаем проекты, то есть те проекты, которые будут являться результатом творчества наших учеников и сотворчества, всех перечисленных участников этого самого проекта. Вот, собственно, я постаралась быть краткой, надеюсь, у меня получилось. Я благодарю за внимание, и если у вас есть вопросы, а время у нас, кажется, еще даже есть, мы будем очень рады на эти вопросы ответить. Благодарю. Благодарю.